Привет, друзья! Ставьте лайк, а также обязательно пишите свой комментарий под видео. Поехали! Воспитывать детей всегда очень трудно. Задача родителей сделать так, чтобы их чадо было готово к взрослой жизни и ответственности, которая характерна для нее. Каждое слово или действие уже невозможно будет отмотать назад или переделать. За все придется отвечать самому. Для родителей неприятно, когда вдруг оказывается, что твой ребенок тебя обманывает. Именно так поступила 15-летняя Мадлен Самптер. Она с подругами тайком от всех пригласила мальчиков и спрятала их на вечеринке с ночевкой. Ее отец Ларри Самптер обнаружил это и решил преподать девушке важный и, безусловно, жизненный урок, который поможет ей в будущем принимать правильные решения. Родители решили, что лучшим наказанием за проступок дочери будет запрет на использование смартфона. Они поставили девушку-подростка перед выбором. Либо она не пользуется своим гаджетом целый месяц, либо всего лишь две недели, но с важным условием. Конечно, в этом был подвох со стороны родителей. Он заключался в том, что Мадлен была обязана на две недели отдать все свои аккаунты в социальных сетях под полный контроль родителей. Юная девушка желала как можно быстрее получить свой смартфон, поэтому без особых раздумий выбрала второй вариант. Только вскоре она поняла, что сделала максимально неудачный выбор. Мадлен думала, что лучше было бы прожить целый месяц без связи, чем дать доступ отцу в свои социальные сети. Все эти две недели отец девушки провел на чрезвычайном кураже. Он публиковал различные фотографии, общался с друзьями Мадлен от ее имени и снимал видео, на которых он танцует в различных вызывающих нарядах. У дочери Самптера было много времени для того, чтобы понять и переосмыслить наказание, которое она выбрала сама для себя добровольно. Доходило до того, что папа девушки выкладывал в социальные сети Инстаграм ее фотографии с лицом, закрытой рукой, что свидетельствовало о том, что она не желала фотографироваться. Также он рассказал о своем методе наказания в описании к одной из фотографий, которую он выложил в соцсетях дочери. К слову, на страничках дочери Ларри выкладывал и свои фото. Так, на одном из них отец находился в светлом парике и обтягивающей майке, на которой было написано «Не бери соломинку, спаси черепаху». Это своего рода отсылка на решение Мадлен. Спустя уже один день девушка настолько пожалела о своем решении, что решила поговорить с отцом. Она просила пересмотреть ее выбор. Уж точно она была уверена, что лучше уже месяц без телефона, чем папа на ее аккаунтах. Она уже тогда осознала всю свою вину, но Ларри был непреклонен. Он сказал, что очень уж много сил вложил в это и придумал много идей, поэтому он будет придерживаться изначального решения в две недели. Скорее всего, ему просто понравилось. Возможно, в недалеком будущем он сам создаст себе аккаунт в ТикТок. Целых две недели длилось наказание для девушки. Но так как она зареклась в будущем не нарушать правила, ей пришлось терпеть. Все посты Ларри были смешными для зрителей всех возрастов. Но особое внимание отец уделял шуткам, понятным для людей его возраста. В одном из таких видео отец пародирует фитнес-модель из 90-х. Он давал различные советы по подготовке к бегу и объяснял, как закрепить музыкальный плеер так, чтобы во время тренировки он не упал. Уже в конце этого сатирического видео он отметил, что плеер всегда падает и с этим ничего не поделать. Спустя две недели, когда наказание было отменено, Мадлен вернули ее смартфон и все аккаунты в социальных сетях. Первым же постом после героического возвращения телефона была детская фотография девушки с подписью «Я теперь добрее, чем когда-либо и готова сделать правильный выбор». Эта история доказывает, что каким бы жестким ни было наказание, важно, чтобы ребенок понимал ценность собственного выбора. Захочет ли Мадлен в следующий раз обмануть своего отца? Вопрос риторический. После двух недель мучений она, скорее всего, откажется от подобной авантюры. На этом я с вами прощаюсь. Подписывайтесь на наш канал, жмите на колокольчик, а также не забудьте перейти на наш сайт Астроумно, странички в Инстаграм и Фейсбук, ссылки в описании.